Уже после просмотра этого ролика вы можете решительно отправляться на специализированные сайты и сервисы и качать сериал по Фоллауту. Он вышел этим утром и уже доступен целиком. Изначально Amazon собиралась выдать новинку, разделив на две порции, но если верить исполнителю роли Гуля Уолтону Гоггинсу, решение выпустить все эпизоды сразу было принято руководством из-за желания отблагодарить фанатов за более чем 25 лет поддержки франшизы. В целом реально ощущается, что это именно часть видеоигровой вселенной, а не какой-то там игросодержащий продукт. Атмосфера первоисточника передана, демонстрируется много брутальщины и жестокости, смешанных с черным юмором. Первый эпизод посвящен героине Эллы Пёрнелл по имени Люси, которая по знакомой игрокам традиции покидает свой дом и оказывается в незнакомом пугающем мире, который крайне не похож на то, к чему она привыкла. Убежище 33, в котором она родилась и жила вплоть до событий дебютного эпизода, выглядит очень комично. Жизнь в нем непременно напоминает ситком 50-х. Самые богатые люди страны ведут там спокойную, размеренную жизнь, все знают друг друга по имени и регулярно устраивают роскошные званые ужины. И, надо сказать, могут себе позволить. Щедрых запасов бункера хватит на много веков. Люси – дочка смотрителя убежища. Она подается как чуть ли не идеал девушки, живущей в и без того утопическом обществе. Нам не рассказывают, почему она решила покинуть убежище – это один из секретов, которые предстоит выяснить по ходу сюжета. Нетрудно догадаться, что Люси – да нельзя наивное существо. Она понятия не имеет, что ее ждет в этом суровом мире, пережившем 200 лет назад ядерную катастрофу. Будто ребенок, начитавшийся сказок про принцессы драконов, она воодушевлена будущим путешествием, которое должно вдохнуть ярких красок в ее молодость, а на деле оказывается в совсем несказочных условиях, где надо бороться за жизнь и адаптироваться под окружающую действительность. Интересно, что если обычно в играх убежище мы видели только на старте в качестве пролога, то в сериале авторы к нему периодически возвращаются, дабы показать, насколько отличается комфортная жизнь в неволе от такого манящего своей свободой, но чрезвычайно жестокого и изуродованного существования за пределами бункера. Пока Люси пытается дать отпор мутировавшим дикарям, готовым в сыром виде сожрать ее мозг на завтрак, ее бывшие соседи непринужденно собирают урожай и планируют, как вечером будут развлекаться за игрой в бинго. Любопытно, что авторы сценария совершенно случайно в процессе работы угадали некоторые сюжетные повороты будущей Fallout 5. Студия Bethesda, ответственная за игровую линейку, внимательно следила за производством и, когда увидела, что напридумывали местные сценаристы, тут же наложила вето на использование этих идей. Для Bethesda важно, чтобы между Fallout 5 и сериалом не было никаких пересечений. Ну и да, второй сезон точно будет. Начальство Amazon не собиралось раскрывать эту новость раньше времени, ибо все надо сделать красиво, в пышном пресс-релизе, со статистикой просмотров и обязательными уточнениями, что сериал поставил рекорды и стал гордостью библиотеки Amazon Prime Video. Но комиссия по фильмам Калифорний благополучно все испортила. Дело в том, что местные власти предложили авторам сместить съемки из дождливого Нью-Йорка и скалистой юты на выжженное солнцем территории самого населенного штата США. Естественно, не за просто так, а за налоговый вычет в размере 25 миллионов долларов. Учитывая, что на первый сезон ушло около 150 миллионов, выгода от такого предложения очевидна. Как новинку примут зрители, будем наблюдать. Обычно мы начинаем ролик с недлинной новости, и наше традиционное приветствие должно было прозвучать еще пару минут назад, но мы что-то увлеклись с рассказом про Fallout. Итак, всем привет, это GSTV. Сегодня четверг, 11 апреля 2024 года. У микрофона Евгений Кузнецов, и вы смотрите главные новости кино последних дней. И перед тем, как мы вернемся к изучению остальных событий кинематографа, послушайте объявление от нашего партнера, оно может вас заинтересовать. Слово Павлу. Почти любой цифровой продукт сегодня основан на программировании. Вы, например, сейчас смотрите этот ролик на Ютубе, а Ютуб создан в числе прочих благодаря языку Python. Это популярный и универсальный язык программирования, на котором пишут почти всё — от сайтов до нейросетей. При этом он простой, поэтому Python — это хороший выбор для тех, кто хочет научиться программировать. Начать свой путь вам поможет онлайн-курс FullStack Разработчик от SkillFactory. Здесь вы научитесь работать с фронт-эндом и бэк-эндом, внешней и внутренней частями продукта. Проще говоря, сможете в одиночку делать сайты, приложения, веб-сервисы и чат-ботов. Хотя обычно для этого нужна целая команда. Сейчас таких спецов берут и в крупные компании, и в стартапы, а средняя зарплата FullStack Разработчика — 200 тысяч рублей. Главный плюс курса — практика. Вы с нуля научитесь писать код, сделаете 10 своих проектов — от простых игр до серьёзных веб-сервисов, пройдёте стажировку и поучаствуете в Хакатоне, где решите задачу от реальной компании. Поэтому к концу учёбы вы наработаете крутое портфолио и опыт в резюме, который поможет устроиться на хорошую работу. Регистрируйтесь по ссылке в описании и начинайте учиться. С нашим промокодом GSTV вы получите скидку 45%. Возвращаемся к новостям. Раз затронули Amazon, вспомним, пожалуй, про её самое ценное приобретение — вселенную «Властелин колец». Как вы можете помнить, на покупку одних только прав корпорация Джеффа Безоса угрохала больше, чем на съёмке всего первого сезона Fallout — 200 миллионов долларов. А сериал «Кольца власти» стал самым дорогим в истории. Съёмки дебютного сезона стоили почти 500 миллионов. Об окупаемости на данный момент речи даже не идёт. Свою выгоду Amazon намерена получить спустя годы за счёт наращивания библиотеки и постепенного снижения стоимости производства. При этом вроде как никто в руководстве не расстроится, если «Властелин колец» окажется убыточной инвестицией. Сам Безос утверждает, что является фанатом произведений Джона Толкина, и для него ценностью является уже сам факт того, что ему удалось создать что-то своё в рамках этой вселенной. А ещё, как признался Безос, от франшизы фанатеет его сын, и, мол, тот настоятельно попросил отца не облажаться. Уж не знаю, можно ли считать, что Безос исполнил эту просьбу, учитывая, что на Rotten Tomato скрасуется позорный пользовательский рейтинг в 38% свежести. Но аккуратным подход Amazon к экранизации точно не назовёшь. Учитывая дикие затраты на кольца власти, крайне забавно выглядит то, что фанаты гораздо больше ждут не их продолжения, а гораздо более дешёвый проект – аниме, который носит под заголовок «Война арахеримов». То, что оно находится в производстве, давно не тайно. Творение Кэнди Камиямы было анонсировано ещё в 2022-м. Тогда же появилась информация, что релиз запланирован на 12 апреля 2024 года, но премьеру спустя некоторое время отодвинули на более поздний срок. На данный момент у нас никаких кадров, однако от портала ComicBook пришли подробности с мероприятия CinemaCon 2024. Туда приезжали представители студии и дали понять, что с аниме всё в порядке. Опасаться, что будет отмена, нет никаких оснований. Точной даты релиза всё ещё нет, но примерный срок назван. Работа будет завершена ближе к Рождеству, где-то в ноябре-декабре этого года. Действие «Властелина колец. Война арахеримов» развернётся за 183 года до событий, которые описаны в книгах Толкина и, соответственно, трилогии Питера Джексона. В аниме расскажут о третьей эпохе Средиземья. В центре сюжета окажется Хельм Молоторуки, легендарный король Рохана, в честь которого назвали долину Хельмова Пать. Одним из важных моментов станет Великая битва армии Хельма и Дунландцев, которая как раз и повлияла на формирование Средиземья. Хэнзи Камияма, чтобы вы понимали, это один из самых видных современных японских аниматоров. Он занимался призраком в доспехах и восточным Эдемом. Но утверждать, что нас ждёт шедевр, было бы тоже перебором. Именно из-под пера Камиямы, например, вышло аниме «Бегущий по лезвию Черный лотос», и оно получилось достаточно средненьким. А вот в чём уверенность имеется, так это в том, что «Война арахеримов» уж точно станет для фанатов более приятным зрелищем, чем «Кольца власти». По комментариям на тематических ресурсах видно, что аудитория по сравнению с дорогущим собратом нацелена на аниме очень положительно. Важно понимать, что к «Войне арахеримов» Amazon не имеет абсолютно никакого отношения — это проект Warner и её внутренней студии Warner Bros. Animation. Длиться аниме будет около двух часов — это полнометражка. Переходим от «Наследия Толкина» к «Наследию DC» и по совместительству ещё одной грядущей премьере от Warner. А именно — ко второй части Джокера с Хоакином Фениксом. Точнее, сиквел, наверное, правильнее подавать через указания не только Феникса, но и Леди Гаги. У неё роль будет тоже важной — она воплотит Харли Квинн, чем запустит любовную историю. Почему мы поставили в этот выпуск Джокера? А потому что вышел тизер-трейлер. Мы бы его с удовольствием поставили в видео как есть, но дабы не наткнуться на проблемы с авторскими правами, сделали для вас нарезочку. И пока вы ей наслаждаетесь, посмакуем, какие приятности нам готовит фабула. С вашего позволения, сейчас нам придётся рассказать, чем завершился первый фильм. Мы не считаем это спойлером как таковым, ибо завершение оригинальной истории повторяет то, что все знают по комиксам. Но всё же предупредим, что можете перемотать немного вперёд. Мы пометим этот кусочек. Итак, в первой картине комик-неудачник Артур Флек страдал от неврологического расстройства, из-за чего над ним все потешались и насмехались. В результате он принял свою тёмную сторону и стал Джокером. В финале Флек убивает телеведущего в прямом эфире, чем вдохновляет многих жителей Готэма восстать против властей. Джокер становится символом протестующих и провоцирует своими действиями хаос и безработицу в городе. В конце концов Джокера за его преступления прячут в лечебницу для душевнобольных преступников Аркхэм. Событие продолжения стартует во времена, когда Джокер, находясь в Аркхэме, знакомится с Харли Квинн. И тут важный момент, она тоже пациентка клиники. В комиксах было по-другому. Харли Квинн работала врачом-психиатром. Но результат один. Герои влюбляются друг в друга, сбегают из Аркхэма и устраивают беспорядки в Готэме. И ещё важный момент, Джокер 2, или правильнее Джокер Безумие на двоих, будет мюзиклом. И кажется прям полноценным. Ожидается около 15 каверов известных композиций и много танцев. Предположительно, наличие всех этих песен и плясок можно объяснить тем, что они плод воображения Артура Флека. В первой части он уже нафантазировал себе роман с соседкой Софи Дюмон. Поэтому изрядная впечатлительность персонажа, после психушки принявшаяся съезжать куда-то в галлюцинации, не должна никого удивлять. Кстати, сама Софи в исполнении Зази Битц в сиквеле тоже будет. Может, даже станцует. В актёрский состав ещё вошли Кэтрин Киннер и Брэндон Глисон. В рамках публикации трейлера режиссёр и сценарист Тодд Филлипс объяснил журналистам, что сам он не воспринимает продолжение Джокера как мюзикл. И никогда не воспринимал. Мюзикл – это фильм, где музыка является важной частью повествования. Но в сиквеле музыка играет не в фильме, а внутри самого Артура Флека. В конце концов, как объясняет Филлипс, если бы это был просто мюзикл, толком никаких отличий от первой части не было бы. Вы это наверняка прекрасно знаете, но всё равно напомним – оригинальный Джокер заработал в прокате 1 миллиард долларов при бюджете в 55 миллионов и стал самой успешной в истории лентой со взрослым рейтингом R. Это аналог российского 17+. На втором и третьем местах «Оппингеймер» и «Дэдпул 2». Более того, у Джокера могли возникнуть проблемы с показами, поскольку за месяц до премьеры СМИ стали всячески нагнетать опасения, что такой фильм может плохо сказаться на психике людей и стать причиной вспышек жестокости. Тодд Филлипс в свежем интервью поблагодарил кинотеатры за то, что те ничего не побоялись и охотно пустили новинку в прокат. Мировая премьера сиквела состоится 4 октября. Игровых экранизаций много не бывает. Не то чтобы это мнение нашей редакции, но определенно именно так в последние годы стали считать деятели киноиндустрии. Ибо фильмов и сериалов по играм в производстве находится немыслимо много. Но если с крупными франшизами всё стало как-то привычно, то вот небольшие независимые игровые разработки в кино практически не попадают. Поэтому мы не могли обойти стороной анонс экранизации хоррора Дредж. Игра увидела свет в 2023-м и стала очень заметным товаром на витрине магазина Steam с большим количеством крайне положительных отзывов. Здесь мы в роли капитана рыболовного траулера существуем в мире, находящемся по заветам Говарда Лавкрафта во власти сил, пребывающих за гранью нашего понимания. Несмотря на то, что это как бы хоррор, здесь нас не пугают, но происходящее создаёт давящую напряжённую атмосферу. Кромешный туман поднимается по ночам, гигантские чудовища обитают в глубинах, матросов одолевают паника и паранойя, а мы всё равно ловим рыбку, развиваем корабль и стремимся сделать так, чтобы команда вела себя поспокойнее. Съёмками займётся студия Story Kitchen, набравшая уже кучу других адаптаций видеоигр. Она же ответственна за экранизации Соника, на основе которых можно предположить, что у нас с вами имеются высокие шансы на получение весьма качественного фильма. Авторы игры считают, что Story Kitchen хорошо уловила суть первоисточника и готова правильно адаптировать дрэдж для больших экранов. Фанаты Джокера — это далеко не обязательно почитатели комиксов Marvel и DC. А уж фанаты пацанов, как правило, и вовсе не увлекаются прочими супергероическими историями. Пока традиционные экранизации той же Marvel теряют былое влияние и всё чаще скорее раздражают зрителей, чем радуют, антисупергероика продолжает укреплять свои позиции. Автор сериала «Пацаны» Эрик Крипке заявил, что работа над четвёртым сезоном полностью и абсолютно завершена. Крипке поблагодарил актёров и съёмочную группу, написал, что гордится ими и добавил, что, возможно, это лучший сезон в истории проекта. То, что продакшн завершился, правда, не означает, что релиз будут сдвигать напораньше. Премьера, как и планировалось, состоится 13 июня. Ранее создатели ещё огласили расписание грядущих серий. В день премьеры будут доступны первые три эпизода. Сюжет сезона продолжит события предыдущих серий, но также будет иметь связь с событиями первого сезона спин-оффа «Поколение Ви», где создали вирус, способный убивать суперов. Из новичков ожидается появление персонажа в исполнении Джеффри Дина Моргана, больше всего известного по поздним сезонам «Ходячих мертвецов». Его герой будет сотрудничать с Билли Бутчером. Все участники прошлых сезонов останутся на месте. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на наш канал, а также на Бусти и Телеграм. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV. Субтитры создавал DimaTorzok